Бойцы штаба Жасуэль облагородили придомовой участок пожилой пары. Вооружившись граблями и лопатами, ребята привели в порядок двор. Вместе с активистами у пенсионеров побывала Гюзель Закарья. У Анатолия и Клавдии Плетухиных двое детей, трое внуков и десять правнуков. Однако они не могут приехать из-за закрытых границ. Поэтому приходится обращаться за помощью к волонтерам. Придомовой участок зарос сорняками, а кустарник вовсе закрывает вид из окна. При ходу активных и неравнодушных помощников супруги обрадовались. Ну пока не могут они приехать к нам. Спасибо вам, всем, кто от Маслихата. Большая благодарность им, что они приезжают, нам помогают. И снег, сколько убрали снега, все. Это очень, как говорится, большое-большое спасибо. Часто приезжали. Зимой помогали хорошо. Тополь спилили. Да, тополь вот спилили. Это большой был. Теперь вот мы приехали. Большой. Он нам угрожал. Это как сейчас ветра сильные. Да, мы вообще были. Как ветер, так боимся. Ветер как дунет, дунет. Он как колышется. Бойцы Жасл-Ель сегодня пропололи грядки, полили цветы и придали кустарникам ухоженный вид. Среди юных активистов Яжар Сыздыкова. Девушка волонтерством занимается больше полугода. О штабе узнала по телевизору. В общем-то, это несложно. Я думаю, каждый человек может просто помочь в свободное время пожилым людям. Они нуждаются в нашей помощи, особенно в помощи молодежи. И я считаю, что это не только приятно для нас, но и для пожилых людей. Да и в общем-то, мы убираемся и на субботниках, и везде. Я не вижу в этом какой-то стеснительности. С апреля добровольцы посетили около 30 семей. У Плетухиных они не в первый раз. Зимой убирали снег, а сейчас приводят в порядок участок. Фронт работы связан непосредственно с озеленением. То есть, сегодня ребята пришли к бабушке и дедушке помогать с огородом. Заявки поступают от бабушек, дедушек, одинокопроживающих, от инвалидов. Непосредственно ребята приходят сначала с главной целью – это озеленение благоустройства. Если, конечно, возникают какие-то просьбы помочь по дому, то ребята также помогают. То есть, основной фронт работы они выполняют и после уже совмещают с волонтерской деятельностью. Ежегодно по Североказахстанской области в Жасл-Ель трудоустраиваются порядка 700 человек в возрасте от 16 до 29 лет. Главной целью проекта является озеленение, благоустройство, а также формирование экологической культуры молодежи. Каждый желающий может вступить в ряды волонтеров, обратившись по номерам 39 70 16 39 70 17. Гюзель Закарьяк, Азбек Аркбаев, Новости МТРК.